Песа начинаются. Совершенно случайно. Совершенно спонтанно. Я встречаю Наталью Дворкину. Мы учились вместе в университете практической психологии. С тех пор Наталья стала великой звездой, тренером синтон-подхода, чем, между прочим, у меня вызывала зависть, скажем по-честному. Наташа, задам несколько вопросов? Наташа, что ты здесь делаешь? Ты знаешь, тоже что идти, наверное. Отдыхаю. Отдыхаю, работаю одновременно. Я просто решила, что майские праздники можно немножко продлить. И можно продлить их в Сочи. Мне чисто спонтанно решила, что я еду вот сюда. И вообще сегодня сам в Сочи, вот прям вот я с тобой встретилась. Это, ну, просто, вот просто. Я вышла из музея, была в музее, как он называется, историческом музее города Сочи. И решила пообедать. И вышла, и пошла, и нашла матрешку. А там ты. Это реально, нереально. Наташа, ну ты так много работаешь, я слежу за тобой. И ты все время где-то летаешь, что-то проводишь. А вообще, как ты выживаешь в этих условиях? Хорошо выживаю. Я не выживаю. Я живую, получаю удовольствие. Ну, не без напряга, конечно. Но по-своему бывает. Мне не нужно, что тебе ответить, как я выживаю. Хорошо. Хорошо. Скажи, а какое такое основное направление деятельности твоей? Потому что я знаю, что их несколько. Но вот что для тебя является основным все-таки? Я фокусное внимание меняю. И не могу сказать, что что-то является не основным. Ну, сейчас давай так скажем. Сейчас я прям вот сфокусирована на направлении бизнеса и развития управленческого потенциала внутри бизнеса, отдельных людей, в принципе, звена управленческого, вот этой части. Разумеется, с нашей стороны, со стороны психологии, что вот каким должен быть человек, что мешает руководить, что помогает руководить. Что-то идет, страхи начинающих руководителей, и ловушки всякие, которые, например, встречаются. А самый основной вопрос, как раз вот то, что ты спрашиваешь, да, как, как работать много, при этом остаться живым человеком и не просто выживать в этом во всем, а жить полноценно, жить, радоваться. А это возможно? Ну, конечно. Ну, возможно. А где можно этому научиться? Это провокационный вопрос. Какой ты задал? А где можно этому научиться? Еще один провокационный вопрос, который меня спрашивает, а где об этом можно почитать? Да, да. Пока нигде. Ну, в смысле разных книг, конечно, поискать можно, но сказать, что я готова там рекомендовать что-то прям отдельное, пока не могу сказать. И сейчас как раз собираю вот этот материал, его много, из головы выгрузить там. Много не только у меня, не с кем еще пообщаться, и я хочу как раз это аккумулировать, собрать библиотеку. У меня в свое время, кстати, наш с тобой однокурсник. А Ангелия, знаешь, что сказала? Говорит, так бы было хорошо, если бы для управленцев появилась бы вот такая, как-то дойти на ресурс, на котором можно найти все. Мне тут в голову запало. И я подумала, почему бы, да? Ну, правда, я к этому иду вот непрямым путем. А я ведь в эту психологию пришла именно поэтому. Ну, я была руководителем, и в тот момент мне было актуально получить инструменты, которые позволяют быть наиболее эффективны, и мне мы им подчинены. То есть, если они будут про меня расскажут? Да. Да, и они, что интересно, у них вопрос это есть в голове. И я, знаешь, с чем столкнулась? Вот сейчас именно работая именно с бизнес-средой, как приглашенный тренер на корпоративные программы, причем именно по коммуникациям, по эмоциональной устойчивости, по взаимодействию. Я начала туда сама доруливать истории, и об этом не просят. Но я начала просто сама туда добавлять истории про расслабление, релакс и выход в это наше спокойное присутствие, точку ноль. Потому что они об этом не спрашивают и не могут спросить. Они об этом не знают. А анеглот заключается в следующем. Веду управленческий тренинг. С людьми уже давно в состоянии доверия. Это не первый тренинг. Я уже в компанию ваша. То есть первые вот эти барьеры точно преодолены. И я им рассказываю то, что знают психологи, наверное, разных направлений. Пирамиду Дилса. Вот такиваешь головой. И наверняка сейчас те, кто слушает психолога, тоже начнут кивать головой. И я прям, произношу, у меня на экране написано пирамиды Дилса. Я начинаю рассказывать вообще ничего пока заумного, просто саму пирамиду. И вдруг прям, знаешь, отповорачиваясь в клепчат, начинаю что-то писать, рассказывать. И прям спинным мозгом чувствую, что я теряю группу. Я поворачиваюсь и понимаю, что ребята сидят вне доверия. Я прям останавливаюсь. Ну, поскольку мы с ними давно, думаю... Я прям в лоб спрашиваю, а что случилось? Ну что, что не так? Потому что, ну, ничего не предвещало. И вдруг так аккуратный голос такой. Наталья, а это Роберт Дилс. А почему ему надо доверять? Это вообще все как-то проверено? Этому есть какие-то доказательства? Я делаю вдох-выдох. Понимаю, что если я сейчас начну рассказывать биографию Роберта Дилса, у меня летит вся программа. Мы не успеем. И тут меня посещает шагная мысль. Ну, мы раньше же таких вопросов вот задавали. И я их спрашиваю. Говорю, подождите. Говорю я и прикрываю фамилию Дилса рукой. У меня остается пирамиды логических уровней. Я просто прикрываю рукой. А если бы я вам сказала так? Ребята, вот есть такая пирамиды логических уровней. Я по ней обычно работаю. Давайте попробуем переложить это на бизнес. Тут я вижу в глазах просветление. На меня смотрят, говорят, ну, так бы и сказали, что это ваш опыт. И я говорю, в смысле? Говорю-ка, это как, знаешь, как это, в Простоквашино. Я, говорит, тебя выбираю. Я с тобой давно знакома этого кота первый раз вижу. И вот это для меня несколько поворотной точкой произошло. Смысл не в том, что мы авторитет круче, чем у Роберта Дилса. Смысл в том, что мы авторитет круче, чем у Роберта Дилса, и конкретно в этой группе людей. И, как это, насколько далеки мы от народа. Нам кажется, что это само собой разумеющееся, но кто вот не знает, да? И начинают перечислять имена и фамилии. А они правда не знают. Настолько у них свой опыт, своя жизнь. Они читают другие камни, они вообще-то более не плавают. И вот это очень интересная штука, что многие задачи для бизнеса решаются на уровне людей. Кадры решаются на уровне людей. А то, что происходит в головах людей, до сих пор неведомо. И они к этому не понимают, как подойти и как подступиться. Ой, слушай, такой пласт вообще разыгрывается. Я сейчас сижу, у меня одна задача, мне говорят, пиши посты, пиши посты. А я вдруг поймала себя на том, что я ускакиваю далеко, мне кажется, что все-все уже знают. А надо возвращаться и соединять, что те, кто не в мире психологии, а в мире бизнеса, вопросы-то есть. Но как раз из серии они даже не знают, как их задать. И часть вещей, даже, знаешь, когда мы прошли по этой пирамиде Дилса, когда мы сходили, мы там две задачи решали. Мы проводили инвентаризацию ролей, как меня видят со стороны люди. А вторую историю, мы интегрировали новое себе через пирамиду Дилса, уже наверх, я так сейчас помашу руками, для тех, кто знает. И они вышли опять с круглыми глазами, говорят, о, работает, да, то есть становится понятно, становится понятно, почему случаются нестыковки. Вот я несу что-то в жизнь свое, а люди не понимают. А мы начинаем проверять, а ролевая модель транслируется другая. И это чрезвычайно интересно, мне кажется, очень важно. Другой. Получается разрыв между, есть профессионалы в мире психологии, они все это знают, но у них нет доступа к ресурсам, к деньгам, к управлению. Одна история, ну, назову это так. Есть другая группа людей, у которых есть ресурсы к управлению, к деньгам, к людям, они умеют это делать, но у них нет вот этой технологии, ну, как работает голова человека. Не только голова, там еще очень важная история. Мы сейчас соединяем мозг и тело, вот эти всяческие истории, которые бизнес-миру кажутся просто из мира фантазии, когда человек говорит, слушай свое тело, оно не соврет. Они такие сразу, а, опять ваши, это, не поймешь чего, и сразу относят к миру эзотерики. А это не мир эзотерики. Ну, конечно, из этого можно сделать все, что угодно, в том числе и мир эзотерики. Мне интереснее подход физиологический. И тут получается такая история. Тело-то не соврет, но оно начинает давать импульсы, какие-то сигналы свои. Тело не умеет разговаривать словами. Оно разговаривает ощущениями. А человек бизнеса сидит у нас где? В голове, в телефоне. В телефоне, в компьютере. И связь между мозгом и рациональной частью мозга, да, вот сознательной частью мозга и телом, она как бы воздыхается, сигнал-то идет. Но пункт первый, ты его вообще ощущаешь? Пункт второй, а как ты его переводишь? Вот когда в теле появилось то, что ты называешь раздражением, это почему? Это про что? Это о чем? Это такая интересная штука тоже бывает. И когда начинаешь останавливать и показывать, как это работает, и тебе они верят. Тебе они верят. Да. А эзотерикам вы не поверили. Слушай, ну тут еще одна задачка. Я же тоже не с двухдебаравта. Я же все-таки директор персонала производственной компании. И за моими плечами, как у нас сейчас там, 23-й, вот я с 2005 года вообще-то катаюсь по всем регионам России и смотрю, как развивается розничная торговля. Да, конечно, в своем направлении, где у нас производство, косметическое. Но я же смотрю, в принципе, что происходит в городах. И я с 2005 года каждый год по всей стране, вот так вот, я вижу, как люди живут, я вижу, как они развиваются, я вижу, как они устраиваются на работу. Я смотрю по магазину, что они покупают, да, какая покупательская способность, какие у них запросы. И вообще-то, ну, как бы в этом-то смысле я к ним близка. Я понимаю, что это такое, я понимаю, что это производственное предприятие, которое не просто так, ну, не святым духом читается совсем, откиваешь голову, да, и на простраивание доверия тоже, конечно, уходит время, тоже уходит время для того, чтобы вот это сделать и войти. И да, вход, вот сейчас я очень хорошо понимаю, что открытые просто тренинги и вход в бизнес, вот как в бизнес-сторию, вообще прям в разные вещи, и к ребятам войти нужно аккуратненько. И перевод, перевод с психологического языка на... На человеческий. На человеческий. Да, причем с бизнес вот этими штуками, ну да. На практике получается, что физиологический язык воспринимается лучше. С точки зрения физиологии, как это все устроено. И где же мы это все можем увидеть в ближайшее время, буквально в начале июня? А-а-а! Ну тут могу позвать, на лето могу озвучить даже два мероприятия, на которые я готова, прям готова звать. Во-первых, мы в июне выезжаем на то, что исторически называется весенний всесентоновский слет. Это проходит под Москвой, да, или под Москвой же это у нас, да, Ходьково, недалеко от Ходьково. Это такое красивое, веселое, активное мероприятие, когда люди съезжаются командами, когда ни одного чужого человека, а все только в команду. Когда есть общее мероприятие, на текущий момент в слете у нас так вот 500-600 человек собирается по разным командам. И есть вообще общий слетовский мероприятие, и есть отдельные мастер-классы, когда мы показываем, ну, я бы как тренер там обязательно что-то вести. И вот, да, я обязательно буду заходить, как минимум, с двумя темами. Одна тема обязательно будет про расслабление. И зачем вообще это нужно, и зачем останавливать периодически себя, несмотря на то, что нам кажется, что нужно бежать быстрее. Вот чтобы бежать быстрее, надо периодически себя останавливать. И тут вопрос, ну, молодец, я сказала, надо, да? Я буду показывать, как. Потому что такое остановить работающего человека, который привык в голове крутиться, чтобы там прям реально остановиться. Надо показывать, как. И вот на стрёте я буду делать в режиме коротких мастер-классов. Буду сильно рада участникам. Можно в команду, можно и в нашу команду, можно и в нашу команду приехать и пожить, и посмотреть. И это хорошая перезагрузка, она такая активная. А второе мероприятие, конкретно прям мое, это в конце августа. Я собираю небольшую камерную группу. Ну, скажем так, я закрою один бас. Ну, 10 человек плюс-минус. Мы выезжали, аж вообще 5-6 человек у меня участников было. То есть это исключительно такая прям индивидуальная работа. Я всех вижу. И программа называется «Пидстоп». Как раз разабатывала её для активно работающих людей, для перезагрузки. Это, смотрите, это когда надо раз и начать всё с нуля. Или когда бежишь, понимаешь, что надо бежать дальше, а всё, силы на пределе. И бывает даже такое, что люди сами не могут остановиться. И третий момент, когда надо перепланировать, пересмотреть планы. Вот всё идёт вроде как надо, да, но хочется большего масштаба, и нужно понять, откуда там взрослеть. То можно, конечно, провести стратегическую сессию сразу. Эффективнее, если сначала прям остановиться, прям расслабиться, выгрузить всё, выспаться, и потом уже идти в стратегическую сессию. И вот это всё под чётким контролем. Через упражнения будем расслабляться. Здоровый сон порасписать. Обязательно такой день желаний, целей, как угодно фантазирования. Где-то немножко впадаем в детство. Так интересно, руководители в детство впадают. Через общий процесс. И потом стратегическая сессия для самого себя. Какие люди вокруг, какие задачи стоят, что важно, что не важно. И именно вот то, что я говорила, это стращивая сознательное мышление и тело, вот по-другому. Знаете, что интересно? Я провожу уже не первый год эту ссорю. И пункт номер один в этом во всём. И люди приезжают, и я прошу их прям выгрузить из головы те задачи, которые перед ними стоят прямо сейчас. Которые кажутся им чрезвычайно важными. Вот это вот. Они прям на листочке выгружают. Нам это нужно, чтобы мозг спокойнее ушёл в отдых. Мы всё собираем, никуда не выкидываем, вкладываем в пакетик. Я говорю, через три дня вернёмся. Вернёмся. И возвращаемся. Через три-четыре дня, я сейчас не помню точно по программе, да? Мы начинаем возвращаться именно к планам и целям. И вот удивительно, но факт. Возвращаясь к планам и целям после отдыха, практически никто не берёт эти задачи и не ставит в основные. Оказывается, что фокус внимания нужно направить на другой. По-другому воспринимается. Это чрезвычайно для меня само удивительный факт. Всё здесь, всё написано. Несмотря на то, что говорят, да подождите, надо же начать вот с этого. Не получается всё по-другому. В конце августа программу «Тэстоп» с удовольствием зову. Для нас, только для нашей команды, только для нашего выезда будет почти два гигляра соснового леса. Пишина, птички, пятлы, лисы. И вполне себе для леса комфортное проживание. Спасибо, Наташ. А знаешь, какой ещё вопрос? Вот эти 10 лет... Нет, 9 лет назад мы выпустились. А что для тебя были эти 9 лет? Так, если какие-то словосочетания? Я за эти 9 лет, считай, погружалась очень сильно в профессию тренера, именно личностного. Сама для себя проходила истории по, что называют, стеклянные потолки, выход в жизнь по-другому. И я уже, когда мы учились, начала выходить в режим работы вне офиса, и у меня получилось это в процессе учёбы. А за 9 лет у меня получилось так, что у меня 3 направления деятельности. я могу работать из разных городов, не теряя качества работы. И, наверное, я ещё, знаешь, ушёл на процесс осознания, что я это всё сделала. Фактически для меня эти 9 лет это прям освоение профессии тренерской. Вот они, 10 тысяч полётных часов, которые никто не отменял, с глубоким погружением, с разными группами, с принятием решения, что всё-таки моя история это по управлению, про развитие людей управления, и про то, насколько там важна эмоциональность, насколько, как это всё встраивает, про это. Ну и, я же бабушкой стала. А это, конечно. Вот, то есть жизнь, которая личная, то, что называется семейная, она идёт своим чередом, дети за это время выросли, и теперь растёт следующее подрастающее подколение, поэтому про это, конечно, тоже. И ещё один вопрос, наверное, уже теперь крайний. А что впереди? Вот какой твой фокус внимания, на что впереди? Вот, например, следующие 5, 10, 20 лет. Ну, вот что впереди для тебя? Стать тем самым трудоголиком, про который я, собственно говоря, рассказываю. Ну, вот это твоё удивление такое. Да потому что я всех учу работать мало, получить много. Тут мы же опять с тобой договоримся, как обычно, вопрос же в терминах. Вопрос же в терминах. У меня больше сейчас подключается слово творчество, творить, творить всё, вокруг. И если это работа, работа я называю то, что приносит деньги. Вот. И вовсе для меня работы нет. Слово раб. Вот совсем. И как? У меня просто сейчас столько желаний, столько вот тут вот мыслей в голове, что следующая история, это как мне всё это упаковать, как мне это выгрузить. Вот я вернусь к началу, да, как создать тот ресурс, на котором будет информация, как это выгрузить в книги, в какие, во что, всё то, что можно будет раздавать, чтобы не краснеть уже коралловым цветом, когда спрашивают, а чтобы почитать, да? А, вот. И это задачка, потому что тут, понимаете ли, ну, тут же я всё понимаю, а это же надо в слова перевести. В общем, отдельная история. Я, знаешь, даже очень точно сейчас, наверное, не отвечу, потому что сейчас для меня как раз такой период, когда я определяюсь с тем, что будет. Но это точно тренинговая деятельность. Я уже расписала на текущий момент именно для бизнес-пространства. Я сейчас буду творить шестой тренинг в цепочке, и он прям устраивается. Мы уже переходим от личности человека уже к ценностному управлению людьми и компаниями, проектами. Ценностное управление и управление ценностями. То есть вот эта вот часть тоже смешивает. Самое интересное, введение нескольких групп по проекту, а-ля как у нас, то, что у нас называется, дистанция, только опять привязанное к бизнесу. Вот в эту сторону. Ну и безусловно, безусловно, в моих целях остаться живой, красивый, работающий, танцующий, поющий бабушкой, а счастливой женщиной. Ну вот как-то так. Потому что вот, и хочу вот так вот выходить из кафе, встречать Олю, и от своих адвокаташников, и хочу таких же непонятностей, да, вот мы с тобой говорили, как это можно было, ну как это можно было предугадать. Никак. Будем жить сейчас, потому что вообще не могу сказать. Пока. Пока. Пока.